Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Ассамблея армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Ваган Асатрян. Вопросы армян Западной Армении. Народ Арцаха должен понять, нельзя пользоваться этой дорогой. Акоп Акупян. Народ Арцаха лишен права на здоровье, труд и свободу передвижения. Женевое выступление министра. Международное сообщество должно оказать давление на Баку, остановить угрозу геноцида против Армении и Арцаха. Александр Таманян пытался спасти церковь Суд по госпитрос в Ереване. Ассамблея армян Западной Армении. Госпожа председатель, уважаемые делегаты государства, члены, наша делегация поддерживает вариант координаторов, но есть нюанс, который мы хотели бы понять. Коренные народы более 50 лет добивались, чтобы государства-члены приняли декларацию о правах коренных народов и их праве на самоопределение. Преамбль наших документов в пункте 1 декларация цитируется и уточняется. При усилии она механически распространяется на местные общины. Это означает, что сейчас мы находимся в ситуации, когда местные общины имеют статус, эквивалентный статусу коренных народов, как с точки зрения бенефициаров, так и с точки зрения объема защиты. Существует ли утвержденный государственными членами юридический текст о статусе местных общин? Спасибо, госпожа председатель. Уроженцы Западной Армении Ваган Асатрян. Национальный герой Республики Армении, полковник Ваган Асатрян, военный путь выбрал осознанно, оставаясь верным делу. Важную роль в выборе сыграл дядя генерал Асфат Сатур Петрусян с военного крещения, у которого начался путь героя. По его настоянию, мать Вагана Сима согласилась с профессиональным выбором сына. Военный кадровик Вагана Асатрян окончил пять военных вузов. Образование началось в военном училище имени Монте Мелкуняна в 1994 году. В 1997 году, после окончания училища, началась многолетняя служба Вагана в армянской армии. Занимая ответственные должности, в различных войских частях внес свой вклад в армейское строительство. С 2015 по 2017 года был командиром войской части имени маршала Баграмяна, начальником армавирского гарнизона. С 2017 по 2020 год командир войской части особого назначения вооруженных сил Республики Армения. Участвовал в 44-дневной Арцахской войне 2020 года в качестве командующего войсками специального назначения. 27 сентября, в первый день начала войны, Ваган Асатрян с возглавляемым им подразделением отправился в Сюнинскую область, откуда в тот же день был переведен в Шаумянский район Республики Арцах. В начале октября под командованием Вагана Асатряна разработанных военных действий подразделению удалось вернуть позицию Шахтанер Шаумянского района. Асатрян с подразделением из Шаумянского района переехал в Джиракан Гадрудского района Республики Арцах, где против врага проходили тяжелые бои. Согласно информации, предоставленным помощником Артура Мусуэляна во время боевых действий в Гадрудском районе Джиракан Гадруд, подразделение вооруженных сил Азербайджана по всему фронту искало Вагана Асатряна. Согласно радиоразведочным данным, в случае обнаружения Вагана Асатряна подразделением вооруженных сил Азербайджана было приказано немедленно подвергнуться ракетному обстрелу его местонахождение. Асатрян и возглавляемые им подразделения специального назначения вели тяжелые бои в городе Гадруд и окрестностях. В результате удара ракеты, выпущенной вооруженными силами Азербайджана, погиб 12 октября при обороне города Гадруд. Вопросы армян в Западной Армении. Хачкар – результат самобытного развития армянской культуры, один из самых характерных символов армянской идентичности. Это реликвия культа, памятный камень, символизирующий связь между мирской и божественной жизнью. В центре Хачкара высотой в среднем 2 метра высечен крест. В нижней части – солнце, как символ вечности. Самый большой армянский мемориальный комплекс хачкаров находился на хачкарском городе Джуга. Хачкары-джуги являются неповторимыми сокровищницами культуры, созданным человечеством, глубоко восходящие к истокам нововекового искусства, созданного армянским народом. Искусство хачкаров-джуги, их целостные сюжеты средневекового армянского народа, особенно с 15-17 веков, являются наглядным свидетельством культурной жизни. Сокровищница, воспроизведенная высоким художественным мастерством, благодаря изящному исполнению и истинному воспроизведению исторической действительности прошлого, предоставляет важный и незаменимый материал как для искусства скульптуры, так и для изучения городской жизни и быта средневековой Армении. Один из европейских ученых 20-го мека отметил, что здесь несколько тысяч хачкаров, каждый хачкар может стать редким экспонатом самого известного музея. Европе ценят каждый музейный экспонат. Миллионеры Европы могут войти в лес хачкаров, старые джуги и разориться, почти не нанеся бреда этому лесу. Последнее решение президента Арцаха Араика Арутюняна вызвало волну недовольства в общественно-политических кругах Арцаха. На днях информационный штаб Арцаха заявил, что из Армении в Арцах и из Арцаха в Армению переезжают люди. Поведение властей вызвало возмущение в оппозиционных кругах Арцаха, требуя разъяснения от властей. Данное решение ничто иное, как пересечение красной линии. Мы неоднократно заявляли, Арцах с Арменией должен иметь бесперебойную, беспрепятственную сухопутную связь, для нас это красная линия, сегодня это отрезок, заявил глава оппозиционной партии Акоп Акопян. Подчеркивая недопустимость произошедшего, отмечает, народ Арцаха должен понять, нельзя пользоваться этой дорогой, даже если пассажирские перевозки организовывает власть. Это вопрос, которым подобную волю должны проявить и власти Арцаха, все население Арцаха, говорить просто на словах, что Арцах не может быть в составе Азербайджана, этого недостаточно. Нас часто спрашивают, что делать, чтобы этого не произошло. Теперь мы отвечаем. Использовать этот путь не следует. Правительство Западной Армении приветствует позицию председателя оппозиционной партии Арцаха «Справедливость» Акопа Акопяна. Мы подчеркиваем вопрос прав коренного народа на любых политических и правительственных площадках. На заседании Межправительственного комитета ООН по вопросам интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, проходящем в Женеве с 5 по 9 июня 2023 года, президент Западной Армении Армена Кавровянов дважды выступил с речью касательно прав коренных народов и культурному наследию. С выступлением можно ознакомиться на нашем сайте. Уверены, храбрые арцахцы осознали мощь силы коренного населения и готовы отстоять свои права. Министр труда и по социальным вопросам Армении Нарек Макарчан на 111-й сессии Международной конференции труда в Женеве выступил с речью, в которой приняли участие делегации из 187 стран, членов Международной организации труда. Говоря о политике Армении в сфере труда и занятости, проводимых в этом направлении работах, Нарек Макарчан отметил, Республика Армении, будучи верной своим ценностям, продолжает прилагать необходимые усилия и ресурсы для осуществления необходимых реформ. Как отметил глава армянской делегации, вооруженные конфликты остаются главным вызовом в этих условиях. Азербайджанская агрессия 2020 года против народа Арцаха и суверенной территории Республики Армения, также продолжающаяся более полугода блокада 120 тысяч жителей Арцаха, сильно препятствует защите основных прав человека. В настоящее время народ Арцаха лишен права на здоровье, труд и свободу передвижения, что противоречит международным нормам, в частности, всеобщей декларации прав человека, целям Международной организации труда. Завершая выступление, глава делегации Республики Армения выразил надежду, что последовательная работа и общие усилия всех участников МОД позволят преодолеть существующие вызовы, обеспечив социальную справедливость, достойный труд и благополучие. Продолжение следует... В частности, президента США Байдена, госсекторя США Энтони Блинкина, президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова признать угрозу геноцида армян на Южном Кавказе. Мы также просим их рассмотреть последствия игнорирования действующих систем раннего предупреждения и протоколов по предотвращению геноцида. Также поощрение президента Азербайджана Ильхама Алиева за угрозы в адрес Армении. Этой весной мы стали свидетелями активизации усилий по завершению заключения мирного соглашения между Арменией и Баку при международном последничестве. Детали этих переговоров явно предполагают огромные уступки Армении и Азербайджану, такие как уступка исторической армянской территории Арцах на Горной Карабах с предложением взамен незначительных вещей помимо бумажных гарантий. Институт еще раз настаивает на том, что первоочередной задачей должно стать предотвращение геноцида армян. Правительство Западной Армении приветствует заявления, распространенные Институтом по предотвращению геноцида имени Лемкина, о которых мы неоднократно заявляли и продолжаем озвучивать с трибуны ООН. Отсутствие карательных мер против геноцидальной политики властей Турции и Баку приводит к новым геноцидам не только в отношении армянского народа. При первом же случае они будут совершены в отношении всех без исключения. Понимая это, Институт Лемкина с последовательностью поднимает данный вопрос, призывая оказать давление на власти Баку. Александр Томанян пытался спасти церковь Сурпоос Петрос в Ереване. После советизации Армении в годы сталинской антирелигиозной пропаганды и репрессии в Ереване и ряде других населенных пунктов Восточной Армении были разрушены многочисленные церкви. В 1931 году политсовет Еревана также принял решение о сносе церкви Сурпоос Петрос в центре города, где планировалось построить здание кинотеатра. Церковь Сурпоос Петрос Еревана датируется XVII веком. Однако мало кому известно, во время сноса церкви у основания здания были обнаружены следы более старой церкви. Под слоем на стенах росписи изображение более старых фресок, из чего можно предположить, что церковь была построена раньше. В 1920-30 годах при проведении работ по сносу церкви, обнаружив на стенах церкви фрески, находящейся по фундаментам, среди специалистов произошел большой переполох. Председатель Комитета по охране памятников Александр Таманян и Ашхарабек Калантар начали борьбу за спасение здания, отправляя многочисленные доклады и письма государственным чиновникам того времени, в частности главе Народного комитета просвещения и призывая, требуя спасти памятник. На начальном этапе приняли решение сохранить стены здания с фресками. До 1939 года стены были нетронуты. Поскольку решение о строительстве нового здания было принято, которое уже строилось, в 1939 году был приглашен специалист из Киева с целью изучить и заняться перемещением фресок. Сегодня некоторые фрески хранятся в музее истории Еревана и в зале фресок Национальной галереи Армении. На месте церкви построен кинотеатр «Москва». И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!